В эфире информационная программа День города. В студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. День строителя. В России начинают отмечать праздник созидательной профессии. Не поделили дорогу. Санаторий Старица и жители поселка Заборье поссорились из-за проезжей части. И пчеловоды приступили к сбору урожая меда, чем обернулось для них холодное лето. В России готовится отметить День строителя. Вот уже более 60 лет его празднуют во второе воскресенье августа. По традиции, чествование представителей созидательной профессии проходит в городе заранее. Более 700 тысяч квадратных метров жилья удалось ввести в эксплуатацию в регионе в прошлом году. Это на 6% больше, чем в 2015. Рязанская область вошла в топ-30 регионов по показателям ввода жилья на душу на вселение. А это наилучший результат за последние 20 лет. Более половины жилья эконом-класса, а значит приобрести квадратные метры может все больше желающих. Сотни тысяч квадратных метров жилья за эти годы построила одна из крупнейших строительных компаний региона «Зеленый сад». Сегодня эта компания – одна из ведущих в отрасли. Она известна инновационным подходом в строительстве и является первой внедрившей экологические стандарты. Наша компания ориентирована на строительство жилья европейского качества, поэтому мы не бежим за рынком, а стараемся идти впереди него. Наша компания применяет в строительстве современные технологии, самые экологически чистые материалы. Также использует все методы строительства комфортного жилья. В фойе музыкального театра строительные компании традиционно представили макеты жилых комплексов. Вот сейчас завершаем строительство жилищного комплекса. Красавец здесь, 15-этажный дом. Вы говорили, что тем не менее, это этажность где-то там, где это не мешает. Сегодня застройщики должны подходить к освоению территории, учитывая интересы рязанцев. Строить поликлиники, школы, детские сады и не экономить на благоустройстве. От бизнеса мы, конечно, хотели бы видеть встречное движение к нашей, допустим, поддержке в том, чтобы развивалась комплексная застройка, прежде всего, чтобы строились удобные кварталы. Словом, создавать ту самую комфортную городскую среду, которую сейчас ждут жители региона. А сегодня на все поздравления. Как один отвечали, на достигнутом останавливаться не собираются. Вчера вечером на пяти рязанских улицах отключили холодную воду. Ремонтные работы проводят на водопроводе Окской очистной станции. Из-за отключения водоснабжения в Октябрьском и Советском районе с 9 утра до 9 вечера обеспечили подвоз технической воды. За водой можно идти сразу по 11 адресам. Напомним, ремонтно-префилактические работы будут выполняться до 4 утра пятницы. Помимо прочего, они включают в себя промывку водопровода протяженностью почти в 6 километров. Страшная авария произошла в Клепяковском районе. Массовое ДТП унесло жизнь рязанца. На автодороге Тома Касимов произошло столкновение сразу трех грузовых и двух легковых автомобилей. Страшная авария произошла 9 августа в Рязанской области. На дороге столкнулись сразу несколько автомобилей. 9 августа примерно в 17.10 в Клепяковском районе 55-летний житель Тверской области, управляя автомобилем Scania, совершил столкновение с остановившимися на запрещающий сигнал светофора автомобилями «КамАЗ», «Киа», «Хюндай» и «Жигули 5-й модели». От полученных травм водитель «Жигули» скончался на месте. Остальные участники ДТП были доставлены в больницу. Это не единственная авария, которая произошла 9 августа. Примерно в 22.30 на 11-м километре дороги Рязань-Спасклепики 36-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа», совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Нива». От удара отечественный автомобиль отбросило в кювет. Покорежный металл, разбитые стекла. На машину теперь страшно смотреть. Оба водителя получили травмы, и им была оказана медицинская помощь. Когда сотрудники госавтоинспекции стали выяснять обстоятельства ДТП, то на поверхность всплыла одна необычная деталь. У водителей на марке были все признаки алкогольного опьянения. Мужчина был доставлен на стационарный пост ДПС, где предположения сотрудников полиции подтвердились. Прибор показал 1,444 миллиграмма алкоголя. Это означает тяжелую степень опьянения. Судя по показаниям таблицы, мужчине нужно было выпить минимум полтора литра алкоголя перед тем, как сесть за руль. Госавтоинспекция призывает всех водителей не управлять транспортным средством в состоянии опьянения. В противном случае водителю грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. В случае повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит уже уголовная ответственность. Власти области ввели в регионе особый противопожарный режим. Он действует с 8 августа и, помимо прочего, подразумевает непосещение лесов до окончания действия этого режима. Как сообщили в управлении МЧС России Паризанской области, в период действия противопожарного режима на всей территории запрещен въезд в леса, транспортных средств и посещение лесов гражданами. Кроме того, вводится запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ. Также запрещено сжигание стерни пожневых остатков на полях за нарушение данных требований. В соответствии с административным кодексом Российской Федерации номер 20.4 вводятся штрафные санкции для граждан в размере 1500 рублей, для должностных лиц 15 тысяч рублей и для юридических лиц в размере 200 тысяч рублей. В соответствии с требованиями противопожарного режима данные штрафы увеличиваются вдвое. Особый противопожарный режим введен для того, чтобы так называемый осенний максимум, в который осуществляется уборка урожая, прошел без происшествий. Запретить людям проезжать к своим домам, наверное, единственный случай, который и объяснить действительно трудно. Но тем не менее, такой произошел в поселке Заборье. Одна из улиц этого поселка оказалась в собственности санатория, и теперь местные жители не имеют к ней доступа. Продолжит Ирина Ковалева. Санаторий Старец расположился в живописном месте на стыке двух поселков – Солочи и Заборья. Попасть на его территорию через шлагбаум и ворота тем, кто там не отдыхает, довольно сложно. И вроде бы так и должно быть. Если бы не одно «но». Дело в том, что на огороженной территории оказались улицы села Заборья, Октябрьская и Революции, вместе с домами и проживающими там людьми. Конечно же, хозяин одного из домов Сергей Фролов, когда приобретал недвижимость в 2002 году, и предположить не мог, что в итоге в частные руки могут продать улицы. За красивыми словами номер кадастровый такой-то, территорию улицы революции Октябрьской просто-напросто потеряли. Но с тем, чтобы не ущемить наши права, в постановлении главы администрации было сказано, что установить обременение на эти улицы для жителей, проживающих на этой территории. Наши конституционные права были соблюдены. Но, к сожалению, как нам сейчас стало известно, данное обременение государственной организации реестра не было внесено. И потом этот участок продавался несколько раз. И в результате обременения при продажах, обременение куда-то исчезло. И к нам сейчас собственник или его представитель предъявляют претензии, что вы должны ходить с другой стороны. По словам жильцов, все документы, подтверждающие, что данные участки были проданы с обременением, у них есть. И тем не менее, это не помешало суду вынести решение, по которому владелец одного из домов не имеет права использовать данную улицу не только для проезда на автомобиле, но и для пешего прохода к собственному дому. Причем о судебных заседаниях женщина даже не была извещена. Сегодня она уже опустила руки, а вот семья Фроловых, хотя на них пока в суд не подавали, не хотят мириться с такой ситуацией. Тем более, что и у них уже начинают возникать проблемы с проездом. Так, например, Мария Фролова, дочь Сергея, не смогла подъехать к дому из-за наваленного у забора хлама. Я вышла в гаражах, там, я не знаю, представители санатория были, и попросила убрать, хотя бы убрать какую-то часть, чтобы вот подъехать на машине, мне нужно было выгрузить сумки. Ко мне подошла женщина, как выяснилось впоследствии, это директор санатория Агеева Екатерина Валерьевна, и сказала, что они проводят инвентаризацию, убирать она ничего не будет. Если меня этот ответ не устраивает, я имею право вызвать полицию. Однако это будет бесполезно в силу того, что были предъявлены исковые требования к нашим соседям Рукуновым и Таратыновой, и они проиграли судебные иски, вынесли решение, советский суд вынес решение запретить им проезд и проход по улице Революции к своим жилым домам. Екатерина Валерьевна сказала мне, что мы будем следующие, после того, как она уложит газопровод, решит проблему с газопроводом. Дело в том, что газопровод проходит как раз по участку Фроловых. Совсем недавно рядом с их забором проводились работы по укладке подземного газопровода, в результате которого был поврежден водопровод, и на несколько дней семья Фроловых осталась без воды. Сейчас, откровенно говоря, непонятно, имеется ли проектная документация на укладку этого газопровода. Если она имеется, то почему не соблюдены технические нормы, и наш водопровод был поврежден? Как это все проходило? Кто разрешил, кто не разрешил? Честно говоря, опасаясь то, что мои родители могут взлететь на воздух, и такая трагедия произойдет, как на осеннем переулке в 2016 году, мне хотелось бы, чтобы кто-то помог нам. С семьей Фроловых собрано огромное количество документов, которые подтверждают то, что они имеют право пользоваться дорогой для подъезда к своему дому. В числе этих документов есть и ответ из администрации президента. А вот из прокуратуры, куда уже не раз обращались жильцы домов, оказавшихся в западне, шлют откровенные отписки. Наша телекомпания попыталась связаться с руководством санатория Старица, но директора не оказалось на месте. Здравствуйте, санатория Старица Елена, слушаю вас. Здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, с директором вашим можно каким-то образом связаться? Вы знаете, ее в данный момент нет, она у нас встреча. А не подскажете, когда можно попробовать ей позвонить, или сегодня ее вообще не будет? Не могу сказать, будет она сегодня или нет, но постарайтесь позвонить завтра в утро, хорошо? Хорошо, спасибо. С директором санатория мы обязательно свяжемся и будем благодарны, если она прокомментирует сложившуюся ситуацию. Ну а пока семья Фроловых с нетерпением ждет ответа от временно исполняющего обязанности главы региона, на имя которого ими также было отправлено письмо с просьбой помочь и разобраться с творящимся беспределом. Горячая пора у пчеловодов. Они собирают урожай меда цветочных сортов. Из-за холодной весны и нежаркого лета эксперты прогнозировали, что пчеловоды этим летом рискуют и вовсе остаться без урожая. Смогли ли они победить непогоду, узнавал Валерий Седов. Село Высокое, Рязанская область. Здесь в тени деревьев располагается несколько десятков ульев. И за ними следят всего четыре человека. А в авангарде у них стоит Николай Фионин. Можно смело сказать, что это ремесло у него написано на роду. Его дед, отец и мать также были пасечниками. Этой профессии Николай полностью посвятил себя всего шесть лет назад. Он променял скучную офисную волокиту на свежий воздух и вкусный мед. Мне бы хотелось видеть результат своей работы. Когда делаешь отчет, ты понимаешь, что он, собственно, никому не нужен. Перекладываешь бумажки с места на место, имитируешь бурную деятельность, чувствуешь себя большим директором. Это, конечно, хорошо, но, собственно, мне это неинтересно. Во всяком случае, есть некий адреналин, что ли, некая гордость за те результаты, которые мы выдаем. Приятно создавать себя хотя бы, хоть маленьким, но хозяином своей судьбы. Николай трудится на пасеке всю жизнь, и он нас уверил, эти пчелы правильные. Они могут сесть на ладонь, ползать по руке и приземлиться на микрофон. Николай предостерегает, перед летком лучше не остановиться. Через него пчелы вылетают и залетают в свой дом. Пасечник ответил и на главный вопрос. Какой он, этот дом? Кратик в двух словах. Это дно, это корпус, где в основном располагается гнездо пчел. То есть, там живет матка, там выводятся молодые пчелы, детка, там есть кормовые запасы. Всегда, как правило, должны быть. Вот эта временная надставка называется магазинная надставка. И на улье она располагается только, если сила семьи достаточная, в мае и, собственно, до августа. Может быть, даже иногда до конца августа. Но дальше подкрышник, крышка, это, собственно, здесь в основном утепление и от дождя. Это прилетная доска, то есть, своего рода, некая взлетная полоса для пчел. Кратненько в двух словах так. Каждый улей – это отдельная семья. Чужаков здесь не любят. Вот и сейчас можно увидеть, как пчелы расправляются с воровками. С каждого домика собирают несколько лотков с медом. Правда, в этом году с урожаем все не так сладко. У нас на пасеке, с учетом того, что у нас есть поля свои, засеянные высокоурожайными медоносами, наш урожай вдвое меньше, чем в прошлом году. Хотя пасека была сильнее. Сейчас у Николая всего 200 пчелосемей. А половина полей, которые ему принадлежат, засеянными медоносными растениями. Он реализует свой продукт во многих точках города, а также поставляет частным лицам. На всех его баночках красуется одна особенная фраза. Мне просто нравится эта фраза. Это фраза Салаухина относительно пчел и меда. О том, что мед, он также исключительен и уникален, как сама пчела. И это эталон вечной ценности наряду с золотом, алмазом и янтарем. На самом деле задача пчеловода не просто получить продукт, а не испортить его. Донести его в первозданном виде, в совершенном виде до любителей меда, до потребителей. Николай признается, он оптимист по жизни. Ведь наверняка большой силой воли стоило променять стабильную работу на непостоянный заработок пчеловода. Как бонусы – сладкий мед, свежий воздух и теплая погода. Нашей съемочной группе выпала прекрасная возможность вырваться из тесного и душного офиса и попробовать вкусный и сладкий мед, которым нас любезно угостили. Этот мед у пчеловодов называется парной. Результат работы многих пчел за долгое время. Давайте его попробуем. Довольно вкусно. Волна негодования по поводу нового бренда Рязани уже схлынула. Однако известный рязанский художник-график, автор старого логотипа города Вадим Конопкин, увидел его только на днях. Мы поговорили с художником о новом бренде. Шумихи вокруг него, а также поинтересовались историей создания старого логотипа, знаменитых трех куполов 900-летия Рязани. На протяжении долгих лет главным символом Рязани была эмблема в виде куполов. Именно эти купола ассоциировались с нашим древним городом, его историей и культурой. Сейчас же идет активная разработка нового бренда, хотя многие, в том числе и автор первой эмблемы Вадим Конопкин, не понимают, чем плох старый символ, в который было вложено не только много труда, но и смысла. Появление кириллицы центром, которая была буква «Р» примерно в то же время, когда был основан наш город, правление Олега Рязанского и символ города, собор Якова Бухвостова. В своей работе художник попытался все это объединить. Просто все вот эти вот, сопоставил вот эти все элементы, которые имеют свое значение, свое начертание, свой смысл. И выстроился очень четкий ряд и по годам, и по графике. То есть, я не знаю, как сейчас вот этот ряд сломать. Вот если люди сведущие, если они знают, если они хотя бы чуть-чуть погрузились в историю, просто это как будто судьбой дано, вот это сочетание вот этих символов. И вот я уже сколько лет с этим символом живу, да, ну, я всегда самокритичный, я пытаюсь найти в себе и в своей работе минусы, или, ну, найти то, что не укладывается в какие-то рамки. В данном случае я не могу их найти не потому, что я хороший, не потому, что там что-то такое, просто это уже история. На основе исторических символов Вадим Конопкин выстроил современную форму, которая с его точки зрения не устарела и не устареет никогда. Ну, а по поводу нового бренда художник высказался довольно сдержанно. Увидел я его два дня назад. Я как-то не влазил во всю эту ситуацию, в деревне живу, сегодня приехал на два дня. И, в принципе, я бы не хотел выступать каким-то, ругать или хвалить и так далее. Я хотел бы, люди видят сами все. Я воздержусь от комментариев, вот, и, ну, я бы такой знак себе бы не взял никогда. Вот и все. Тем более, что сейчас Вадима больше занимают собственные проблемы. Дело в том, что у известного художника, чьи работы не раз выставлялись, в том числе и за рубежом, собираются забрать мастерскую. Это помещение он получил в далеком 88-м году. Тогда он еще не состоял в Союзе художников России, и в получении мастерской ему помогала Надежда Чумакова. Здесь не было ничего, только голые стены и горы строительного мусора. Вадим с помощью друзей обустроил ее, а вот теперь он может все это потерять. Так сложилось, что я два года болел практически. В общем-то, я здесь не находился, то есть я не хочу все это, значит, рассказывать. Тяжело достаточно, и, естественно, я не работал все это время, не мог оплачивать эту мастерскую. И сложилось так, что наш Союз художников отвернулся в лице, значит, Анисимова Алексея. Вот, никто не стал принимать в этом участие. Естественно, я должен за нее был деньги. Не знаю, там деньги, конечно, не такие уж большие, но так сложилось. Вот, и, конечно, я сейчас был бы рад, если кто-то мне в этом помог, чтобы эта мастерская за мной осталась. Вадим прекрасно понимает, что никто не обязан оплачивать, по сути, его долги. Однако, по его словам, инициатором изъятия и использования Вадима в мастерской выступил именно Союз художников в лице Алексея Анисимова. К сожалению, до Рязанского отделения Союза художников мы не дозвонились и не смогли выяснить позицию организации. А было бы интересно узнать, чем они руководствовались, внося подобные предложения. Сегодня Вадим Конопкин не хотел бы просить кого-то о помощи. И, тем не менее, если есть неравнодушные люди, любящие искусство и готовые поддержать, они могут связаться с художником через нашу телекомпанию. Почему каждая женщина мечтает о шубе? На этот вопрос найти ответ так же сложно, как на вопрос, почему мужчина хочет приобрести автомобиль. При этом покупка шубы актуальна в любое время года. Тем более, поговорка «Готовь сани летом» при выборе шубы как нельзя кстати. Теплая пора неумолимо подходит к концу, и пора задуматься о наступающих холодах. Встретить зиму во всеоружии предлагают рязанкам в культурно-выставочном центре АК. Подобрать удобную, теплую, а главное красивую верхнюю одежду из натурального меха можно до конца этой недели на выставке продажи «Аэсфурс», которая представляет сейчас новую зимнюю коллекцию. Кстати, именно летом приобрести шубу гораздо выгоднее, чем зимой. Меховая фабрика «Аэсфурс» является одной из крупнейших фабрик в России. В Рязань мы привезли новую коллекцию 2017-2018 года. На выставке представлен большой выбор меховых изделий из норки, мутона, каракуля, нутрии и песца. У нас можно приобрести шубку в рассрочку на 12 месяцев и на 24 месяца. А также мы предоставляем скидки до 50%. Шубки из мутона можно приобрести от 7 тысяч рублей. У нас найдет шубку своей мечты любая представительница прекрасного пола. Если в мире и бывают вечные ценности, то шуба из натурального меха – это одна из них. Фасоны предлагают самые разнообразные. Прямые, с поясом и без, летящие, трапециевидные и даже икс-силуэта с явным акцентом на тонкой талии. Фактура тоже самая разнообразная. Наряду с благородным коротким мехом, с помощью которого дизайнеры воплотили самые смелые идеи, в явные фавориты сезона выходит длинный мех. А меховые жилеты настолько полюбились представительницам прекрасного пола, что занимают особое место в гардеробе каждой женщины. У нас можно приобрести шубу на выход, вот такую эксклюзивную, например, модель. Так и шубу на каждый день. А на что нужно обращать внимание, когда мы выбираем шубу? Прежде всего, нужно обратить внимание на мех. Он должен быть густым, пушистым, блестящим. Должна быть открыта подклада. И обратить внимание на кожевую. Кожевая должна быть мягкая, эластичная. Шовчики должны быть ровненькие. Шуба должна быть с чипом. И логотип обязательно фабрики. Такое разнообразие меховых изделий представляет известная в России фабрика «Аэс Фурс». Качество, роскошь, мода и красота. То, за что шубы этой марки полюбили женщины по всей стране. Квалифицированные продавцы-консультанты помогут подобрать желаемый фасон и размер, а также расскажут об акциях и скидках. Но за покупкой мечты им придется поспешить. Выставка продажи «Аэс Фурс» продлится до 13 августа. И на этом у меня все. Я напоминаю, что все новости вы также можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю вам хорошего продолжения дня. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя, а я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok